Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает воподом. И сегодня речь пойдет о необычайно красивой и очень поэтичной истории. Истории, написанной современными китайскими авторами, написанной и нарисованной. Рассказанной для детей, но не для малышей. В этой истории очень много того, что наводит на размышления, что заставляет нас любоваться природой, но в то же время задумываться о месте человека в этой природе. Таковы книги самых лучших авторов, которых мы знаем, которые умели не просто живописать вот эту прекрасную природу, а еще и рассказывать нам о самих себе. В смысле о людях, о человеке, о его месте в этом мире. Таких, как Пришвин. Или такие, как Владимир Владимирович Арсеньев. Если кто читал Дерзу Узала, именно что не смотрел кино о Кире Курасаве, а добрался до самой книги, и не только Дерзу Узала, но и других произведений Арсеньева, тот меня, может быть, поймет. Там такой суховатый, вроде не очень такой обаятельный, роскошный слог, но как много сказано. Как много сказано о человеке, который живет не просто где-то там на лоне природы, а в самых настоящих дебрях, в очень таких диких местах, где водятся вот такие вот прекрасные волоси. Итак, дажды охотник, живущий как раз там, в такой деревушке коренной народности. Это Северный Китай, это непроходимые леса, это высокие горы, это быстрые холодные реки, это дебри, куда не каждый заглянет. И там, конечно, живут вот эти оленеводы, которые очень просто обустраивают свой быт, которые очень чураются, очень далеки от современной цивилизации. И вот уже в 20 веке, уже в современной вполне себе охотники с оружиями, они все еще душой остаются там, с лесом, с природой. Один из таких охотников совершает по неосторожности ужасный проступок. Он, значит, убивает лосиху, кормящую лосенка. Никогда, никогда охотники не убивали вот кормящую мать, ни медведицу, ни лосиху. Это не просто какой-то гуманизм такой абстрактный. Это вполне себе конкретная забота о популяции зверя. Вы же понимаете, если так начать браконьерствовать, да, то скоро зверь-то повыведится. И кушать будет нечего, и одеваться будет не во что. Это вам не современная цивилизация городская. Это вот их кровь, их дом, их обиход, одежда. Значит, все изделия сделаны из кости, из кожи, из меха, да. Соответственно, остался сиротой лосенок. Ну, несчастный случай. Если мы помним, Дерсу Гузрала тоже случайно подстрелил амбу. Я не знал вообще говоря, что слово амба, которое для меня всегда было в значении фенита ля комедия, да, все, кранты, больше ничего уже не будет, амба, да. Вот, я вообще не знал, что это тигр, как переводится, как тигр. Где-то он у меня в подсознании с детства сидел, а слово. Только сейчас уже, в взрослом возрасте, перечитав Арсеньева, я узнал, что это очень точно соответствует. Я никогда не встречал тигра, и знаете, не мечтаю. Потому что однажды далеко в детстве я встретил медведя. В своем северном Вологодском лесу. Никому не поживаю, никогда. Нет, я вам немцыри, я с ним, значит, в схватку не вступил. Мы драпали нескольких километров по пересеченной местности. Я думаю, что это была худшая встреча в моей жизни, потому что это была не просто медведица с медвежатами, как сказал нам проводник. Умелое действие этого лесника, который нас, гремняков и ягодников городских, значит, выводил чудиков из леса, умелое его действие, и везение необычайное, оно нас спасло. Вот, а они драпали, значит, наверное, в противоположную сторону. Звери, я имею в виду. Так вот, лосенка он приводит к себе в деревню. Значит, бывалый охотник. Вот, он этого осиротевшего малыша приютил, он его в чуме у себя, значит, соответственно, разместил, да. Тот быстро освоился, полез на стол за едой, за какой-то, за чем-то вкусным проснувшись, все прокинул. Но вот детеныш был, значит, скажем так, очень добрый. Он совершенно не боялся людей. Дикая природа. Это не те заповедники или леса, которые находятся рядом вот с нашей цивилизацией, да. Это зверь, еще не очень боящийся человека, по крайней мере, маленький. То есть, он еще не успел вообще понять, что, чего нужно бояться. Он быстро признал, значит, Грищуке, Грищук это, Грищук это, конечно, перевод китайского имени, как вы понимаете, но очень звучит по-русски, да. Вот, значит, звучит по-нашему. Он Грищуке признал маму такую, Васиху, да. И стал, соответственно, расти, питаться. Ну, такая сказка про бычка белого, в смысле, про лосенка, да. А назвали его Сяо Хань, то есть, маленький лосенок. Маленький-то он маленький, но он очень быстро вырос в... Ну, лося, лось, это больше лошади. Он однажды завалил чум, нечаянно. Просто, видимо, невовко развернувшись. Он привык ночевать в теплом чуме, рядом с Грищуком, вот. А тут он уже не по размеру, да. Вот, он, значит, соответственно, был очень любопытен. Вот здесь вообще очень хорошие иллюстрации. Они не то чтобы необычайно роскошные такие, потрясающие, хотя книга очень богато иллюстрирована, и это очень красиво, да. Они очень тонкие, они очень нежные. Они выполнены с чарушинской добротой, с которой он смотрит на каждую деталь. Вы посмотрите, вот здесь наш Сяо Хань изучает белочку. А белочка, как и положено белочкой, она надлась такая, с хвостом такая сидит. Вот, потому что она, в общем, грызун. И ей вот эти вот огромные, шастающие, шумящие, ей так как-то вот параллельно, да. Орешков бы, орешков. У тебя есть орешки? Нет? Ну, свободен. Вот такая вот белочка. И вот, а Сяо Хань на нее смотрит. И выражение лица у него абсолютно младенческое. Я не ошибся, я не оговорился. Выражение лица, потому что у этого лося не морда. Это не антропоморфизм. Это, понимаете, эмоции, которые человек не просто отраженными в звере видит, а которые действительно он считывает, которые он узнает в животных. Все-таки мы гораздо ближе друг к другу, чем кажется. И вот, когда, значит, он разводит удивительную вещь, это дымокур. Это когда костры разжигают, и зеленые ветки только кидают, чтобы мошкару разгонять, да, гнус. Ну, кто не жил на севере, тот меня не поймет. Кто жил, тот прекрасно поймет. Вот, вот, там такой дымокур хочется устроить на всю тайгу. Вот, значит, лось совершенно не боится дыма, огня он поближе к дымокур, к этому ложится, чтобы его гнус не заедал. Он себя чувствует оленем в стадии оленей, то есть он нормальный такой. Ну, видимо, остальные олени привыкли, потому что куда же им деваться, да. Надо сказать, лось крупнее, сильнее, в общем, не совсем олень по повадкам. И их не перепутаешь, вот. Но, опять же, куда им деваться? Для оленей есть вообще главный погонщик, человек, хозяин, да. А хозяин сказал, это олень, вам все ясно? Да нет, вот здесь оленем на картинке, он там затерялся в стадии, его даже не сразу найдет ребенок, когда будет листать книгу. Очень интересная такая головоломка. А олени на переднем плане, вот, они очень нейтрально нарисованы. Это олень, олень, все олени, и это олень, и это олень, и это олень. Ну, ось, не, не, это олень такой. Вот у них так нарисовано. Вот, и вот они вместе путешествуют. Вот он, значит, помогает охотиться грищуку. Вот он отбивается от оленей, от самцов. Когда у них гон начинается, они же, конечно, нападают на все крупное, да, то есть инстинкт гонит их к схватке. Вот, а ось, это не предмет для бодания. Вот, ось заваливает одним ударом своих рогов, значит, любого оленя. Вот, и такой вот олень заваленный здесь у нас изображен, очень деликатно. А сзади грышок с хворостиной. Я вас сейчас ужой, я вас сейчас... А ну, безобразие! Ну, потому что олени легко могут покалечить друг друга рогами. Дикая природа этого избегает, потому что самцы не должны калечить друг друга, сопротив... как бы, соревнуясь, да? Вот, но в поединке олень-гость всякое может быть, и, в общем, это совершенно не нужно. Вот подвернул он ногу, вот поехал он в район на этом, на лосе верхом. Вот он приехал в более такую цивилизованную деревню, которая уже напоминает бревенчатыми строениями нашу среднерусскую деревеньку, да? Вот. И тут собаки открыли для себя лося, который пришел к ним прямо... Слушайте, это просто, не знаю, как НВО, севшее посреди деревни, да? Для собак. Но он быстро раскидал шавок, без всякого сожаления и пишет об этом автор, потому что собаки, конечно, загрызли бы любого более мелкого зверя, да? А сам добрался до вкусного мешка, значит, с чем он там, да? С лепешками, да? И, естественно, запил потом водой обильную еду. Что сделали лепешку у него в пузе? Разбухли. Едва не помер наш Сяохань, потому что такое, конечно, очень сложно. Посмотрите, какой чудесный разворот. Как три цвета, да? Три света, три освещения, три времени суток, переданных художникам. Художник влюбился в эту историю, это совершенно точно. И автор продолжает нам трогательный рассказ о том, как все более стареющего, значит, Гришука сопровождает по жизни оси. А оси, между тем, пытаются украсть, увезти на автомобили злые люди, продать в зоопарк. Нехилые деньги, на самом деле. Вот. Но не удается. Он этот автогрузовик едва не перевернул, как пишет автор. И вот они, в конце концов, значит, доживают до того момента, когда Гришук чувствует, что он уже не в силах жить дальше в стойбище вместе с оленями. Вместе вот в этой глухой лесной деревушке, да. И он отвел глухую тайгу Сяо Ханя и даже выстрелил ему под ноги, чтобы напугать. Тогда он, наконец, понял, что его прогоняют и убежал в лес, да. Испугался, да. Убежал, а Гришук пошел скорее назад, чтобы не вернулся за ним его питомец. Место его в тайге, и должен был он попрощаться со своим хозяином-человеком и жить дальше в дикой природе. Ну, а Гришука скоро не стал, потому что он был стар, вот, его похоронили. Но с тех пор ходит легенда о том, что в глухих местах таежных, о том, что вот, значит, на этой границе с Маньчжурией, на этой, в этом северном Китае, да, очень-очень нехорошо относятся к браконьерам, да, наказывая их строго, да. Вот здесь эпизод такой замечательный, когда еле жив ноги унес браконьер от этого лоси, ходит дух Сяо Хани, вот этого маленького лосенка, да, вот, и в конце нам этот дух сейчас покажут, покажут вот на таком вот развороте. Не каждая детская книжка, вот она еще и такой сюрприз в конце нам преподносит. Зачем? Ну, для того, чтобы почувствовать простор, мощь этого зверя, который не влез на обычный разворот, да, вот, почувствовать, как художник передает панораму, да, вот эта вот необъятная тайга и еще более необъятный грозный зверь. Ну, смотрите все его лицо, какие глаза, то есть это совершенно человеческие глаза, ясное дело, что это добрый дух леса, который охраняет лес и который к тому, кто не будет нарушать лесные законы, будет милостиво. Вот такая история. Сказка, вы скажете, сказка, ну, как часто дикий зверь попадает к человеку, не просто выживает, да, и становится там питомцем зоопарка, а действительно становится другом помощником. Такое не раз мы читали, и начиная от классики жанра, от лондоновского белого клыка и заканчивая Маули Киплинга, мы чувствуем, что человек и зверь, они связаны какой-то тесной настоящей связью. И вот это вот удивительное полумистическое явление, оно очень тонко в подтексте этой истории содержится. А так это добрая детская книга о природе, после которой, конечно, ребенок захочет посмотреть больше книг о животных, о лесе, о диких зверях, может быть, сходить в зоопарк, может быть, сходить на природу. Прекрасно. Эта книга любовь ко всему живому воспитывает лучше, чем сто каких-нибудь таких абстрактных этих самых, как их там, их предмет называется, окружающий мир, да, вот, таких вот строчек из учебника по окружайке, как ее ласково называют дети. Вот такая вот окружайка. Сяо Хань, маленький улазь, Хэй Хэ, автор и художник Цзю Эр. Спасибо за внимание.